всем привет и спасибо что зашли на мой канал друзья сегодня я буду готовить рубленное творожное тесто на моем канале уже есть видео рецепт рубленного теста с котыком а вот сегодня я буду готовить рубленное тесто с творогом кому интересно оставайтесь со мной и будем готовить рубленное творожное тесто вместе для приготовления рубленного творожного теста мне понадобится Мука, творог. У меня сегодня 9% рассыпчатый и 18% творог. Также мне понадобится масло. У меня сливочное, но вполне подойдет маргарин. Сода. Ее можно заменить на разрыхлитель. Соль, сахарный песок и ванильный сахар. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю внизу под видео. Итак, просеиваю муку. Советую выделить пару минут и перед выпечкой обязательно просеивать муку. Так как в упаковке мука находится под тяжестью собственного веса, а когда мы просеиваем ее непосредственно перед выпечкой, то она становится более рыхлой и рассыпчатой, что отражается в качестве конечного продукта. Как всегда, сразу же под посуду, в которую буду месить тесто, кладу силиконовый коврик. Вместо него можно постелить мокрое полотенце или же салфетку. Казалось бы, мелочь, но это повышает устойчивость посуды, в результате чего она не шатается при работе и не отвлекает нас. Затем все сыпучие продукты смешиваю с мукой. Для того, чтобы все сыпучие ингредиенты равномерно перемешались с мукой, мешаю их ложкой, можно силиконовой лопаткой, конечно. При этом прохожусь снизу вверх круговыми движениями, после чего перетираю масло с мукой. Масло можно взять как сливочное, так и маргарин. Честно говоря, с маргарином рубленное тесто даже чуть вкуснее получается. Но так как из этого теста я планирую маленький кусочек оставить для газмака, сегодня я кладу в тесто сливочное масло. Для тех, кто не знаком с газмаком, хочу сказать, что газмак стелится на дно казана, когда готовится плов. Друзья, обычно, если я готовлю всего одну порцию рубленного теста, то предварительно масло кладу в морозильник. Но так как сегодня я готовлю двойную порцию, одну порцию из этого теста положу в морозильник в качестве полуфабриката, и чтобы не получилось повторное размораживание, что очень вредно для организма, я сегодня этого не стала делать. Как-нибудь попробуйте. Если заранее масло положить в морозильник, то такое рубленное тесто получается более рыхлым, воздушным и в меру рассыпчатым. Друзья, я сегодня масло натираю на терке. При этом периодически погружаю его в муку, чтобы кусочки масла не слепались друг с другом. Конечно же, нарубить тесто можно и классическим методом, то есть ножом. Но я иду другим путем, более легким, так как разницы во вкусе конечного продукта не ощущаю. Вы же можете выбрать метод рубки масла по своему усмотрению. Кстати, масло также можно нарубить в блендере, предварительно нарезав его на маленькие кусочки, после чего погрузив в блендер вместе с мукой. Как я отметила уже в самом начале, я сегодня использую сливочное масло. Но его прекрасно можно заменить на маргарин. По мне, с маргарином тесто даже получается вкуснее, а текстура более воздушной. Просто из тех соображений, что все-таки сливочное масло менее вредно для организма, чем маргарин, но еще по той причине, что часть из этого теста я применю в газмаке для плова, а в плове маргарин вообще не в тему, я сегодня в рубленном тесте применю не маргарин, а сливочное масло. Вы же действуете на свое усмотрение. Идем дальше. Масло нарублено, перетираю его с мукой. Друзья, хочу отметить пару слов о преимуществе полуфабриката из рубленного теста. Из одной порции рубленного теста получается примерно 30 пирожков. Ну, как вариант. Для современной семьи из 3-4 человек этого многовато. Такое количество пирожков придется поесть несколько дней подряд. А это, как мы знаем, не всегда приветствуется членами семьи. Куда удобнее и практичнее будет разделить приготовленное рубленное тесто на порции и доставать его по необходимости для приготовления пирогов или пирожков. Замороженное в современных нофрос-холодильниках рубленное тесто отлично держит форму. Оно податливое и послушное. А после размораживания не меняется на вкус. В отдельной миске взбиваю яйца. При этом можно добавить столовую ложку молока, катыйка или кефира. После чего делаю углубление в середине рассыпчатой массы, куда выливаю взбитые яйца. Сюда же отправляю творог. Я сегодня использую 500 г рассыпчатого 9% творога и 200 г пачку 18% творога. Конечно же, при желании творог можно взять любой жирности. Но с творогом с высокой жирностью рубленное тесто получается более удачным, чем с низкой. И если по той или иной причине вам придется применить творог жирностью ниже чем 9%, то надо будет добавить в тесто пару ложечек катыйка или сметаны с низкой жирностью. Или же положить в тесто примерно на полстакана меньше муки. Тесто сначала замешиваю в посуде, а затем для удобства на столе. Месить тесто долго не надо. Как только сыпучую массу можно будет собрать в единый комок, то все, тесто уже практически готово. Вначале тесто неподатливое и работать с ним довольно тяжело. Оно прилипает к рукам, но это нормально. Не стоит добавлять муку. В ином случае вы получите твердое, тугое тесто без слоистого и нежного эффекта. А применять тесто стоит после того, как оно пару часов полежит в холодильнике. Подчеркну еще один момент. При желании творог можно перетереть через сито. Я, как правило, этого не делаю. И не потому что лень, а просто не вижу в этом необходимости. Вы действуете на свое усмотрение. Приближаемся к финишной прямой. Тесто готово. Я разделяю его на две части. Одну часть кладу в герметичный контейнер и отправляю в морозильник. Как тесто-полуфабрикат для дальнейшего его применения в пирогах или в пирожках. А другую порцию применю прямо сейчас в приготовлении пирога с абрикосовым джемом. Но к этой теме мы с вами вернемся в следующем видео. Потому что это совершенно другая история. Ну что, вуаля! Рубленное творожное тесто-полуфабрикат готово. Друзья, обязательно приготовьте рубленное тесто с творогом. А еще лучше, приготовьте хотя бы двойную порцию. И часть отправьте в морозильник в виде теста-полуфабриката. Эта палочка-выручалочка под названием полуфабрикат обязательно выручит вас. Друзья, благодарю всех за просмотр. И очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Если вы любите выпечки из рубленного теста, рекомендую посмотреть вот этот видеорецепт рубленного теста с котыком. А я пока прощаюсь с вами. Но ненадолго. Жду вас на своем канале. Я и рада. Всегда вам рада. Пока-пока. И до новых встреч.